В сегодняшней встрече предлагаю подвести итоги строительного комплекса Хабаровского края за 2022 год и поговорить о планах на этот 2023 год. Многие долгостроя обрели наконец-то хозяев, в основном это социальные службы наши, и медицина, и образование. Но 2023 год еще более напряженный, потому что нам нужно решить, во-первых, проблему обманутых дольщиков. В основном, основная масса людей, которых обманули, это компания «Диалог», по ней деньги уже мы получили из федерального фонда, строительные компании определены, стройки начались. Поэтому надо нам завершить в этом году эту историю, не допустив при этом появления новых. Инвестиционная программа значительно у нас улучшилась и за счет федеральных и краевых средств. Дисциплину мы подтянули, вот жилья, ну мы видим рост существенный, но цели в миллион метров никто не отменял. Долгострой как явление у нас в этом году должен перестать существовать. Более подробно хотел бы остановиться на показателях строительной отрасли за прошедший 2022 год. Безусловно, вы правильно заметили, мы существенно подросли относительно 2021 года. И по вводным объектам, и по инвестиционной программе у нас в 2,6 раза превысилось освоение средств. По поводу ввода жилья, действительно у нас динамика идет. Мы и в 2021 году превысили показатели Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. И в этом году, в 2022 году превысили. При показателе 314 тысяч мы выполнили 350 тысяч квадратных метров. Выдали разрешение в 2,5 раза больше относительно 2021 года, что позволило в принципе на сегодняшний день в процессе реализации иметь порядка миллиона квадратных метров жилья. Также мы через застройщика 27 заключили инвестиционный контракт по реализации строительства 160 тысяч квадратных метров на Ореховой Сопке. При этом земля остается в собственности застройщика 27. Это действенный, на наш взгляд, механизм, по которому в дальнейшем мы бы все краевые земли, допустим, осваивали бы в рамках заключенных инвестиционных контрактов. И край от этого получает взамен квартиры, которые гораздо больше по стоимости, чем стоимость земельного участка. По обманутым дольщикам и проблемным объектам. Действительно, в 2021 году у нас было 43 объекта, в 2022 году у нас стало 16, на 27 меньше. Нам необходимо до конца 2023 года восстановить в правах 1635 дольщиков. Это в основном жители домов диалога. На сегодняшний день заключены контракты, в дорожные карты составлены. Мы сегодня не выходим за рамки дорожных карт. Две компании сегодня реализовывают и по Салтаково-Щедряна два дома, и по Кавказской. И сейчас работы ведутся. Работы ведутся, да. По флагманскому проекту «Дальневосточный квартал», я вам и ранее докладывал, у нас по площадке ДСАФ было небольшое обременение. В этом году мы планируем все-таки это обременение снять и эту площадку уже ввести под территорию опережающего развития Хабаровск и привлечь с Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики порядка 6 миллиардов рублей на инженерную инфраструктуру. У нас активно ведется и промышленное строительство. В следующем году планируем уже выпустить первые самолеты «Байкал» на строящемся предприятии в Комсомольске-на-Амуре. Активно в ТОРах идет строительство новых цехов. Волга-БАС у нас планируется в этом году к строительству новой цехи. Это тоже строители. Поэтому большое спасибо за дружную работу в прошлом году. Показатели говорят сами за себя. Поэтому желаю успеха. В этом году избавить край от долгостроев, от обманутых дольщиков и уверенно смотреть вперед.